Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Проповедь из книги Лапкин Игнатий Тихонович, открытым оком, том 9, анафема отступникам от Евангелия. Сегодняшнее чтение апостола Павла Галатом показывает, что он не измерял данность таланта своего с тем, кому он предлагал его. Галатом, 3 глава, 3 стих. Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Если бы эти слова он написал евреям, еврейским, книжникам, первосвященникам, тут все было бы понятно, но он пишет эти слова Галатом. Это кочевые племена, люди почти совсем неграмотные, но их достигли иудейские учителя, и они им в первую очередь навязали обрезание. Как стареобраться, как стареобраться пришли, и в первую очередь у них научение, как правильно двоеперстия складывать. Так иудеи, как будто ничего больше и нет. Так иудеи учили. Исполните закон Моисея. Деяния апостолов, 15 глава, 1 стих. И апостол Павел вынужден был этим племенам, людям невежественным, неграмотным до обращения ко Христу говорить о высочайших откровениях, какие даны ему. Такие откровения, которые даже апостол Павел долго не понимал, долго еще цеплялся за иудейские обычаи. Пища чистая, нечистая. Ему уже после Пятидесятницы, когда церковь была уже основана, когда Дух Святой сам начал научать людей, и, конечно же, в первую очередь апостолов, а ему все еще требуется знамение и особое откровение на голодный желудок, чтобы дойти до нужной кондиции в том, что язычники тоже творение Божие, и что они могут быть в Царстве Христовом. Деяния апостолов, 10 глава, 13, 11 и 7 стихи. И был глаз к нему, встань, Петр, заколи и ешь. А он отказывается. Так что апостол Павел говорит в послании Галатам, 2 глава, 11 стих. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Это резкое слово «противостал» в канонических книгах встречается всего лишь раз и не оставляет никакого сомнения относительно того, что стоящее напротив этого слова есть далеко не друг в момент противостания. Первая книга Царств, 15 глава, 2 стих. Так говорит Господь Саваоф. Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю. Как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. То есть апостолу Павлу постоянно мешали свои, мешали чужие, что он и выразил в послании. И говорит так. Второе послание к Оримфинам, 11 глава, 26 стих. Много раз был в путешествиях, в опасностях между лжебратьями. Галатам, 2 глава, 4-5 стихи. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим, посмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработать нас, поработить нас. Мы не на час не уступили и не покорились, дабы истинно благовествование сохранилось у вас. Подстерегали его на тропах горных, как златоуста, чтобы убить. Так что он скрывался и где-то пробыл во глубине. Считается, что в колодце, где он прятался, ничего же он здесь не увидел. Ничего же, что он здесь не увидел в галатах веры. Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. И для меня жизнь Христос и смерть приобретения. Это все. А если не обрезанный? Галатам, 6 глава, 15 стих. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Но, галатам, 5 глава, 6 стих. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. И кто бы нам сейчас что ни сказал, мы скажем, я верю. Да кто ты такая? Да откуда? Мы знаем. Ты с нами жила, пила, гуляла. Все верно. Вы даже всего того не знаете, что делала, чем занималась. Но за меня умер Христос. Вину Он взял на себя. Аллилуйя. И этим закончи этот разговор. Желаю тебе примириться со Христом. Аллилуйя, что Бог убивает сразу грешника, и есть возможность ему вернуться к Богу. Бывает, что пес возвращается на свою блевотину. Это о нас говорится, когда мы возвращаемся к старым грехам, о которых раскаялись, попросили прощения. А через минуту опять подбираем, сжираем, и опять по той же дорожке пошли. Господи, ты знаешь немощь мою. Но помоги, дай мне отступиться от этого. И вот в Моисеевом законе четкая была грань. Можно и нельзя. Нельзя терресс смерть. Почему, когда они входили в обитованную землю, Ханаан, весь народ повернут был плюсу и минусу. Первый раз повернулись они, гора, горизим и Моисей начинает возглашать о том, что Бог благословляет. Прочитает фразу, и весь народ возглашает аминь. По сегодняшнему сказать, истинно так, аллилуйя, на каждое слово, которое имело законченную мысль, весь народ обязан был сказать аминь. А если не скажет, противника вытащили бы из толпы и сразу же убили бы. Это не написано, но это так. Через несколько минут мы увидим, что это было именно так. Было сказано Моисеем, детям, что если будете слушаться родителей, будет вам благословение. И ваши дети будут вас слушаться. Если ты сегодня дергаешься, никто не слушаешь, никого не слушаешь, поверь, к тебе это возвратится, в армии, везде, долгом большим тебе это выйдет. Когда народ сказал аминь на каждое слово, тогда повернулись в другой горе, гора Гевал. И начал Моисей говорить, что если кто не будет слушаться родителей, да будет проклят он. И весь народ отвечает аминь. Вы поняли, что сказали? Да. А что это означает? Моисей дает толкование, пояснение к закону. Если сын вырос, а теперь научился наркотики принимать, пить, курить, ничего не могут родители сделать, то они обязаны прийти и сказать старейшинам, что их сын вырос, мод и пьяница. Его арестуют, приведут к начальникам и родители положат руку на голову ему. Да, мы обещаем, что говорим правду. Клянемся, сын наш, мод и пьяница, все из дома перетаскал и пропил. И сразу начинают побивать его камнями. Все, суд закончился. И когда первый раз произносятся эти слова, у горы с великим знаком минус, все сказали аминь, да будет проклят. Второзаконие, 27 глава, 26 стих. Проклят всякий человек, кто не исполнит всех слов закона сего и не будет поступать по ним. И весь народ скажет аминь. Когда закончились чтения закона, плюс и минус, мы из слова Божьего знаем. Все повернулись к минусу, и только два человека пришли к плюсу. А 600 тысяч, то есть получается, что 599, 998 человек оказались на минусе. Число 14 глава 30 стих. Не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина и Иисуса, сына Навина. Вот такая статистика. Если сегодня посмотрим на новозаветное время, то послание к Галатам мне почему-то всегда так казалось. Вот уже 40 лет я неизменно этого мнения направлено к православным. В первую очередь, какие угодно предрассудки. А мне мать дала такое завещание, икону. И вот икона только такая, деревянная. А Евангелие тебе мать завещала? Какое Евангелие? У нас есть часа слов, книга старинная, в кожном переплете, с застежками. Все на этом замерло. Это старообрядцы, беспоповцы. У них ни одного человека практически невозможно струнуть с места. Это состояние иудейской зацикленности на своем законе. А меня мать, умирая, она благословила. Доченька, не меняй веру. Вер много. 77, а Бог один. Она эту фразу запомнила и на этом стоит. Она даже не подозревает, что без Евангелия, без священства не спастись. Священники должны быть. Мы таким говорим. Ты старовер? Иди, где такие же старообрядцы собираются, у которых есть священство. На партизанской. У них есть отец Никола. Священник законно рукоположенный. Там есть причастие. Нет, мать сказала. Не ходи. Это измена веры. И они всячески поносят причастие и тех священников. Книги-то все одинаковые. Что это? А вот это и есть дожившее до наших дней русское иудейство. Веры никакой нет, а только обрезание. Мать ее подрезала, когда умирала. У евреев у всех такое случается. Киргиз точно так же твердит. А мне родители наказали никогда не менять ничего. Совершенно ничего у него нет. Он только знает, что лошадину можно есть, а свинину нельзя. Все. Закон закончился. Обрезание я уже получил. Я разговаривал с ними. Разговор по посланию Галатам, который вы сегодня читали. А как тогда? А так, что ничего этого не нужно. Верой спасаемся. Единственной верой, что за мои грехи на Голговском кресте умер Христос. Этого вполне достаточно для всего мира. До самого последнего дня на земле. Римлянам 5 глава 15 стих. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. Настолько велика была его жертва, и настолько перед этой жертвой ничтожны наши великие грехи, как бы их и нет никаких. Исайя 38 глава 17 стих. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. И не вспомню, как одну горсть песка бросить в океан. Найдешь ты ее потом. Где она? А океан – это милость Божия. Псалом 41 стих 8. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Объяснение, конечно, о природных катаклизмах. Нам водопады падают, но объясняется и так, что бездна моего грехопадения призывает бездну твоего милосердия. Заметьте, как сразу становится все на свои места сегодня. Бездна, где мы живем, что мы делаем, нам кажется, это нормально. Но, конечно, по сравнению с соседями, которые бьют окна и что попало творят, мы лучше выглядим. Об этом даже и говорить не надо. У меня сосед пьет, ворует у меня доски, а я у него не беру. Но перед Богом-то это как выглядит. Я залез на крышу, а этот алкаш лежит на земле. Но до солнца намного ли я ближе? Всего лишь до солнца, даже если я и на крышу залез. Христос есть солнце правды. И нужно поверить, что я умер и умер окончательно. Выхода никакого нет. Господи, возьми меня пронзенной ланью Твоей. Подними к себе. Так сегодняшнее апостольское чтение не дает никаких ложных надежд. Никакие благословения родителей, ни на учения, ни на то, что вот так в нашей вере принято. Советую каждому провести ревизию своей веры. Апостол Павел, когда написал это послание, фактически сказал. Все. Стоп. Дальше не идти. Провести ревизию. Вы верите неправильно. Это ничего вам не дает. Он даже в этом послании речь доводит до абсурда. Библия – это главное. Евангелие – это все. Я его вам преподал. Нигде его не исказил. Но почему вы теперь слушаете тех, которые за мной вслед приходят? Я также не скажу, что если меня не будет здесь в общине, вы будете все правильно веровать. Я вижу, что уже сегодня некоторые такие несут за собой привычки, от которых не одни они будут страдать. Некоторые поясняют. У меня, как принято было, умер верующий или неверующий. Отпевать надо. Неверующий совсем. Ничего отпоем. Мы сделаем, как надо, как положено. Ничего этого не положено. Что случилось? Апостол Павел говорит, что если бы я пришел завтра и стал бы говорить иное, то вы посмотрите, как на том тексте написано, на той дискете. Проверьте, сходится ли оно с другим, как я раньше учил. А если я и не так буду говорить, анафема. Анафема мне сразу. Все. Все скажите хором, анафема тебе. Если ангел придет с неба, анафема. То есть первый раз, когда вы услышали все, вот это закрепить и сохранить в тексте. Это мы имеем все в Библии. У тебя есть вопросы по вере, по жизни. Ты не блуждая умом нигде. Ты обращайся к Слову Божию. Слово Божие тебя сразу подводит ко Христу. Ты садишься у ног Христа, как апостол Павел говорит, что сам он учился у ног Гамалеила. Тогда было так. Учителя сидели, а они у ног его сидели. Пониже были. В других местах было. Учителя всегда сидели на скамье, а ученики стояли. А у нас наоборот. Ученики сидят, как в баре, а учитель ходит перед ними. У нас все извращено. Сегодняшним посланием отсекается все, что за ними тащится. Я сразу скажу, что почти у всех есть эти привычки. Привычки от ложных наставлений. Думаю, что может быть, если батюшка сильно хорошо не исповедовал. Но может быть, кое-кто пользуется еще нашептыванием, лечением. Может быть, молитвой. Может быть, когда-то в телевизор смотрел, где экстрасенсы, колдуны, демоны пытались лечить. В этом не раскаялись. Что-нибудь есть. И идут сегодня в разные виды медицины. Особенно за здоровье свое человек все отдаст. Что у него есть. Уничтожить это. Иначе ты не можешь Богу сказать «Аллилуйя!» Хвала ему. Почему мы, находясь в нашей крестовоздвиженской общине, имеем преимущество перед другими в том, что у нас восстановлен авторитет Библии. А авторитет Библии – это авторитет Христа. Поэтому к нам ничто, как Галатам написал апостол Павел, не должно никак пристать. Почему? А нам это не надо. Этого в Писании нет. Что бы нам ни сказали, мы опять посмотрим, где это написано. Нигде не написано. Ничего нет. Чего в Библии нет, Златоут говорит, о том даже не рассуждай. Кирилл Иерусалимский говорит так. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне. Мысленно повтори про себя. И тогда скажи «Аллилуйя, Господи! Уже столько лет я нахожусь здесь, сколько слышу на занятиях и тексты, красиво написанные и развешанные в нашей трапезной. Это подтверждают. От галатских племен я уже отошел далеко. Помоги мне все написанное в Евангелии исполнить. Аллилуйя! Аминь! Спаси Христос! Благодарю вас, братья!